Свежий асфальт, большая парковка, новые лавочки для отдыха. Двор первого дома на проспекте Ленина изменился буквально в этом году. Потому что в прошлом жильцы подали заявку на благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Изложили свои чаяния, которые, впрочем, мало отличаются в разных городских дворах. Тротуары, расширение парковок. Дело в том, что дома, которые строились при Советском Союзе, рассчитаны были на совершенно другое количество автомобиля. И сейчас приходится исправлять эту ситуацию. Чтобы ситуацию исправили именно в вашем дворе, уже сейчас можно подать заявку на благоустройство при домовой территории. Прием открыли 7 августа, продлится он две недели. Но время имеет значение. Кто раньше подготовил хорошо оформленную заявку в соответствии с установленными требованиями. Можно подать заявку первым, но если она будет несоответствовать с установленными требованиями, то ошибки будут в документах. Кто это не поможет? Перечень документов для заявки не секрет. Его разместили в социальных сетях и на сайте городской администрации. Первое, с чего нужно начать, провести собрание собственников и составить протокол. Две трети владельцев жилья в доме должны быть за благоустройство. Причем считается не по головам, а по квадратным метрам. То есть один человек, проживающий на 80 метрах, имеет больше голосов, чем четверо, проживающие на 33. Важно приложить кадастровый номер домового участка. Получить его можно в кадастровой палате или районной администрации. И обязательно нужно заранее знать, как реконструировать двор. Дизайн-проект разработанной территории, он обязательно должен исходить с того, что благоустройство в пределах участка, который под домом. Если вы хотите дополнительно еще что-то сверх участка, то, соответственно, заявка будет отклонена. Этот момент нужно учитывать, поскольку часто ошибаются. Граждане сходят с того, что если они ходят по этой тропинке, то она тоже должна быть заасфальтирована. К сожалению, требование проекта, чтобы только внутри участка дома. Новшество этого года. План благоустройства должен быть согласован с ресурсоснабжающими организациями города. Такое дополнение к пакету документов приняли, исходя из опыта. Из-за сетей и коммуникации приходилось менять проекты на ходу. Всего за время существования федерального проекта в столице Мордовии благоустроили 200 дворовых территорий. В прошлом году в Саранске реконструировали 10 дворов. В этом примут всего 5 правильных заявок. Так что пора поторопиться. Светлана Млашина, Евгений Фролкин. Наши новости.